А если ты вот это убираешь... Стоп, 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 не надо, ну он не убьёт её. Ага. Ну это то, почему он прям при виде любого человека... Ты чё, с ума сошёл? Да он псих. Всем доброго, здоровьицы, и приятного аппетита. Сейчас кушает с вами Юлия Мишка. Всем привет. Ну что, возвращаемся в великолепную игрушку под названием... Storyteller. Да. Следующая глава у нас... Убийца арестован. В общем, помню эту главу и добавил несколько миссий. Напоминаем, что обновление в этой игрушке замечательно вышло. Первую серию вы уже, наверное, посмотрели. Ну что, убийца арестован. Здесь надо вспомнить, что у нас. А, смотри, тут, кстати, такая интересная фишка, что у нас сожаление. То есть, возможно, он сам сдастся. Угу. А тут как вот у нас? Должно обязательно произойти убийство. Ну смотрите, по-моему, как у нас оно происходило. Будет ли вот этот пистолет? Он сразу же его уберёт, да? То есть, ой. Но, к сожалению, нам не нужно. Теперь в зале происходит убийство. Он сожалеет об этом. Он сожалеет об этом. И его в зале же арестуют. Всё. Быстро. Повязали, пацанчика. Кто-то арестован в следующий экранчик. Кто-то? То есть, неважно, кто. Ну, арестован. Детектива могут арестовать. Так, ну смотри. Дворецкий у нас вообще может просто сразу брать. Ну тут столько всего. Смотри, можно самую быструю сделать. Зал. Убийство. А тут нельзя, что герцогиня... Нет, стой. Что герцогиня изначально подсматривает. Тут нет такого? Она... Нет, здесь вот подсматривает. Здесь нет вот этих глазок. Всё ясно. Ну тогда... Тогда ладно. То есть, ну это как-то такой бред. Ой. А, он ещё не знает, что он его убил. Потому что нет сожаления. Так, естественно. То есть, он должен его поймать. Как бы. Ну тогда классика жанра была такая, что детектив видит, что нет оружия. Да. Так. Убиваем. А, что-то отпечатки. Потом он... Потом. И всё. Невиновный. То есть, мы должны... А как её заставить пощупать ствол? Эту герцогиню. Чтобы её арестовали. Невиновного. Понимаете, о чём я? Здесь должен быть чей-то отпечаток. Либо, чтобы её... Либо, чтобы она как бы убила. Или кто-то, ну короче, я не знаю. Ну, мне кажется... Нет, герцог может подставить своего этого, мне кажется. Герцог кого? Дворецкого. Подставить? А как он кого убьёт? А, ну да. У них же роман здесь может завязаться. Стоп, погоди. Возможно, что-то было раньше. Стой, погоди. Детектив и... Тут много. Нет, стой. А дворецкий герцогиня, что будет? Пошёл нафиг. Что-то непонятно, да, её реакция для меня. Так. Она как бы... Вот то... А, вот. Я и говорю, он трогает. То есть, можно с таким образом поставить. Ну, если его убьют... Значит, надо убить герцогиню. А если дворецкий сейчас подойдёт к пушке... Он видишь... Он разозлится с того, что к нему плохое отношение. Ну, сейчас проверка. Может ли он её... Да. А если ты вот это убираешь... Стоп, 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 не надо. Ну, он не убьёт её. Ну, это то почему он прям при виде любого человека... Ты что, с ума сошёл? Да он псих. Вяжите его. Да он псих. А теперь, значит, он возвращает. Ствол. И трогает его герцог. Герцог. Этот приходит пощупать. Детектив. Ну, и, собственно, в зале вяжут герцога. Блин, ну, он долбанутый этот какого. Вот так, видишь? Итак, спасибо за поддержку спонсорам. Самое большое спасибо. Тот самый сон. Спасибо. За поддержку. Так, ладно. У нас следующая глава. Это дворцовый метрик. Непереводимый. Спасение, по-моему. Так. Как его... Королеву спасают. Ага. Ну, мы уже несколько раз её вроде бы как бы спасали, нет? Ну, смотрите. А если королева сразу в плену? А, погоди. Что будет? Нет, оборону её. Барон её в плен. И женится. Так, свадьбочку у нас. Вот. Месть. А теперь она плен, давай сюда. Вот сюда, в третьей. И теперь она барона пленит. Пленит. Быстро ты справилась со своим заданием. Ну, не знаю. Я просто уны. Прощение, точнее, не прощание. Узурпатер прощает. Собака. Собака тут, конечно. Но она чё, типа, будет? Ну, к счастью, всё в порядке в этом плане. Стой. А? Тут всего два персонажа, столько этих. А при чём тут? Узурпатер. Нет, она в клетку. Пёс-узурпатер. Ну, кстати, смешно. Стой, он садится на трон. На трон. Ну, ты зачем вот можешь? А, да, извините. Получается, далее. Потом он опять её спасает. Это такой бред, но это смешно. Так. Она... Нет, стой, королевы. А как она? Она, видишь, разозлится. Она его... Отбирает корону. Вот это, может, лишнее. Стой, ну, а если она опять его отпустит? Нет, не хочет. Она должна корону напялить на голову. Вот. А, зачем всё? Да я вот слишком, ну, типа, быстро... И теперь его опять упрощают. Блин, никогда не думал, что с таким названием будет фигурировать собачка. Здесь всё закончено. Следующая глава тайны. Но она пройдена. Следующая глава справедливость. Тайны не осталась. Да, так и есть. Несчастье. Так, а сколько у нас всего? 51-62, да. Ну, просто надо было вспомнить. Такс. Это что у нас? Ой-ой-ой-ой. Несчастье. Тебя-тая глава. Простите. Так, ладно. Несчастье. Королева переживает 4 трагедии. Так. Боже мой. Ну, смотри. Свадьба – это трагедия? Наверное, для начала её вяжут. А, ну, короче, легко. Она ещё теряет корону свою. Это, ну, несчастье, да? Ну, да. Это раз несчастье. Так, её должны спасти. Спасти. Она должна увидеть, что у неё нет короны? Да, это второе несчастье. А вот это, может, не надо? Потом, значит, этого скидывают. С утёса? С утёса. А, ну, она об этом не узнаёт, наверное. Не, ну, если свадьба... И он женится на королеве. А нет. Он уже сам не хочет. Надо посчитать. Получается, это несчастье? Да. А вот это вот важно, то, что он корону напяливает. Хотя, чтобы она увидела, иначе... Корона будет на месте, иначе, да? Надо подумать, что... Так, всё-таки разобрались мы с этой картой. Да. Но не совсем поняли. В общем, Юля тут что-то потыкала. Давай, объясняй. Короче, я не совсем поняла, почему четыре трагедии. С одной стороны, если только за трагедию считается свадьба. Я не знаю, да. Первая, значит, трагедия. Это у нас плен. Трагедия, да, это освобождает. Да, 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 да. Она вернула корону. Да, дальше идёт свадебка. Обженилась. Но скинули возлюбленного. Так считается это? Да, да, да. Я думаю, что возможно... Слушай, этого, значит, понятно цепочкой. Иначе бы она не рада была. Да, ну и теперь, получается, барон должен её загасить. Ну вот, и получили. Отлично. Сейчас у нас королева рубит головы всем мужчинам. Ну это какая-то... Причём уже Вить ещё можно... Королева. Эх, на что ты так рассердишься? За то, что может её завалят? Или что сделать? Ладно. У нас есть утёс. И в принципе в самом начале она может уже улететь, да? Так. Она может потерять трон, так что это даст. Слушай, а если... Ага, сражи это. Вот, сори, всех перебил, да? Это да, но это королева должна сделать. Я понимаю. Но тут у нас всего... Рубит головы, причём она должна именно. А за что она должна тогда рыцаря зафигарит, да? Ну, скорее всего, он отнимет у неё корону. А из-за чего он может отобрать корону? Вот он. Типа она умерла? Класс. Но должна именно она зафигарит. Но она оживает, так? Так, да. Оживает и казнит. А что будет теперь? А как она без короны казнит? Она должна корону получить обратно. Она получает тоже корону. Но мстит или не мстит? Обоим, да. Ну ах ты жопа. И ещё и барбан. Ну тут всё понятно. Всё чётко, всё ясно. Шинк-шинк, финшинк и всё. Воскрешение. Полностью, видимо, новая глава. Адама воскресает на третий день. То есть три дня должно быть? Стой, а он должен умереть. А, на третий день. То есть он умирает. Так получается, смерть Адама. День первый, день второй, день третий. Оживление? Да. Или на третий день имеется в виду? Стой. Оживление, потом... На третий день. Ну это третий же на третий день. Не понял. Воскресает на третий день. Ну давайте добавим денёчек. И он воскреснет. И встаёт. Четвёртый получается какой-то. А тут два чего... Чего, блин? Короче, мне пришла гениальная идея. День у нас. То есть когда мы ставили всё время друг за другом. Да, это не считалось, что это всё равно был один день. Надо, чтобы прошла ночь. Пождесят вот этот... Да, месяц я заметила, и меня натолкнуло это на мысль. Ну не, я бы никогда не догадался, что, как говорится, дьявол в мелочах тут кроется. То есть даже, видишь, не обязательно Адама сюда запихивать на фон, просто... Ну он бы и не влез получил. А, ну ты... Не, он бы влез. Да, вообще всё равно, кстати. Можешь куда его угодно запихнуть. Ещё раз он там посмотрит. Поваляется здесь. А можно просто безо всего. А можно безо всего. Главное, чтобы помер тут. Короче, прикольно. Мне понравилось. Боязнь яблок. Суд. Ну смотрите, соблазн. Окей. Ой. И теперь он боится. Нет, теперь Адам боится. А, нет. Боится он. Может, она как бы посообразительнее. Тебе, не ешь яблоки. Кстати, а он тут, смотри. Стоит. Он ей сам яблоко предлагает. Сработало. Должно быть при ней произойти эта... Да, точно. Слушай. Кара, так скажем. Ну вот, чётко понятно. Всё понятно как бы тут. Наказание. Бог доволен всеми. Доволен. Так, ну у нас что есть? Соблазн. Суд. А, у нас что, смотри, оживление. Ой. Ну или, да, суд. Над всеми, хочешь сказать. Потом оживляет. И они... Чё? И они не едят яблоко. Да, но только тут надо иначе это всё сделать. Чтобы над всеми... А, не. Не обязательно обоим есть яблоко. А, оба сдриснут. Она увидит, что он съел. И что с ним стало? Вот это убирай отсюда. Вот эта картинка. Оживляем. Адам после того, как он... Откис. А зачем тебе суд? Что он не возьмёт, и она не возьмёт. Ну и по идее всё. Чё не так-то? А. Должен появиться в кадре. Сюда уже закончится. Да, 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 да. Так, это сколько у нас получается? Сколько тут всего интересного? Ну, надо пощупать ещё что-нибудь. Раскаяние? Адам видит, как его любовь умирает. Но тут ещё есть подпунктик. Ну, сначала нам надо стандарт. Любовь, это она... Ага. Ага. Ну, значит, она сжирает яблоко. Её... Принёмает всё. Готово. Из-за него. Ну, это просто должен подать. Да. И ему на суд не явиться надо. А, хотя... Стоп, а сюда добавь его. Вот сюда. Нет, а он не может ей... Ну, сначала он должен съесть, прежде чем. То есть сначала он должен съесть тоже и подать ей. Ага, всё, да. А ну, на суде, но только фишка в том, сейчас их обои пахнут. Хотя, стой. Так, попробуем вот так. Да, получилось. То есть нужно было, грубо говоря... А с какого фига? То есть типа его оживили... Всё правильно, получается. Она на суде не видела, что как бы его убивают. Правильно? Так. Он воскрес, а её тоже наказали. Ну, да, то есть он уже раньше съел его. Ну, ладно, в общем. Ну, он просто ещё раз увидел. Да, но его ещё раз не наказали. Короче, ладно, давайте пока на этом закончим. Ну, он уже всё оплатил. И с удовольствием добьём потом. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok